МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она пришла к нам с Востока и была распространена на Руси повсеместно. Занимались ею целыми семьями и артелями. Необходимые материалы для нее продавали на всех ярмарках. Она использовалась при шитье церковного облачения, шатров и знамен для полков. Из нее делали занавеси, полавочники, настильники, обклеивали ею сундуки и делали переплеты для книг. Шили телогрейки, кафтаны, сарафаны, порты и рубахи. Кто же она? Многим современным людям название Кубовая набойка ничего не скажет. Восполнить этот пробел, рассказать и показать нам поможет Елена Дикова, художник-мастер поручной набойки, живущий в старинном городе Каргополе. Набойка – это синяя песня моей жизни. И так как я работаю в Каргопольском музее, к нам в музей приехала 4 года назад Галина Александровна Федорова из города Владимира. Она исследовала технологию этой набойки и показала на мастер-классе, как выполнить эту набойку. То есть набойка вообще в России, можно сказать, уже больше 100 лет ее не было. И вот ей удалось восстановить технологию. Набойка известна с 18 века, и ее привезли нам из Китая, из Индии. Повсеместно по всей России набойкой занимались. Это и в Твери, и в Ярославле, и в Московской области. То есть этот промысел был всюду известен. И в 30-е годы совершенно исчез из нашей жизни. На Каргополье очень такой примечательный факт, что было 23 красильни. В городе, только в Каргополе, было 2 красильни. Очень большие. Они были со многими рабочими. Одна красильня принадлежала купцу Блохино, а вторая была у Малькова. В каждой красильни было очень много досок. Я вот сейчас как раз показываю эти доски, с помощью которых наносится специальный состав на ткань. И выполняется набойка. А чем примечательна вообще набойка? Это исключительно синий цвет. Ее называют ткань Индиго. Применяется краситель Индиго и сложный состав химикатов. Для того, чтобы выполнить набойку, обязательно делали ее на льне. То есть она на льняной ткани. Я вас сейчас покажу как раз такие скатерти старые. Очень тяжелые такие, да, увесистые. Это столешник, скатерть набоечная. И вот эти волшебные белые узоры, северные узоры такие, на синем фоне. Они напоминают зиму, да. Иногда какое-то цветение черемухи. Кубовая набойка, ну, очень много версий разных. Но считается, что ее красили в кубе. Куб – это именно чан, в котором разводили краску. Поэтому кубовая набойка. Мастера назывались по-разному. Там были и набойщики, и красильщики. То есть технология эта была разделена как бы на людей, которые занимались ей, да. И красильщики красили, набойщики набивали ткань. И вот теперь, наверное, такие фамилии, как красильников, синильщиков, до сих пор они присутствуют. То есть наверняка предки занимались красильным делом, синильным делом. Здесь как раз, вот я держу сейчас досочку, она изображает такую птичку северную, да. Это птичка с хлебной скатерти. На скатерти, чтобы набить скатерть, нужно было шесть или даже семь вариантов разных досок. По бокам скатерти вот такие птички летели. В центре скатерти жили вот такие орлы. А по краям украшала кайма из колосьев. Как по-каргопольски они называли, калаттики. Вот смотрите, хлебная скатерть как раз. Ну это как раз место для каравая. Вот доски покупали на крупных ярмарках. То есть вот мастерская, которая изготавливала синюю ткань, они сами-то набойные доски не делали. Ткани брали у населения, можно так сказать. Они красили из готовой ткани, не свою. Приходили домой, там, к какой-нибудь бабушке или женщине, да. Она сдавала холсты на крошение. Потом, когда она выбирала орнамент какой-то, узор определенный, она на какое-то время сдавала в мастерскую, ей набивали. Мастера, красильщики ходили с определенными такими каталогами. Теперешнее название каталог или, ну будем так говорить, с образцами тканей. Вот как раз я сейчас показываю образец вот этот. Карагопольские вазоны. Васильки или одуванчики они назывались тоже. А потом он приносил ей ткань, уже готовую. Ткань, как правило, ну в 4 или в 5 раз была дороже, вот, покрашенная, чем просто холст. Красильники из крупных мастерских ездили по деревням и собирали холсты для окраски и набойки. Образцы рисунков, иногда их количество доходило до полусотни, были набиты на одном куске ткани. И назывался этот кусок заказник. По нему заказчик выбирал нужный узор. К материалу прикреплялась специальная палочка, а зарубками на ней указывалось количество оршин, нуждающихся в покраске. Вторая половина палочки отдавалась заказчику. Двухцветная набойка стоила 3 копейки за оршин, трехцветная – 4 копейки. Так получилось, что я не могу вышивать. То есть я не могу время тратить на вышивание. То есть это процесс очень сложный. Но мне тоже очень хотелось какие-то ткани иметь себе самой. То есть украшение ткани, декорирование, да, и какой-то костюм себе сделать. И поэтому, так как я художник, я очень увлеклась темой именно окрашения. Мне понятны краски, мне понятны орнаменты, как их делать. И вот такие вот завораживающие узоры, такие темные, темный синий фон и белые орнаменты, конечно, очень меня впечатлили. Первый год я просто как бешеная, что ли, красила и красила, набивала очень много. А потом уже пошел отсев. А для чего? С какой целью там накрасить можно? Некоторые орнаменты были на сарафаны. Вот эти, да. Какие-то годятся для панно. Такие вот. Как раз здесь видим этих птичек. Вот эти ткани, скорее всего, на юбке, да. Тоже такие женские орнаменты, цветочные вазоны. Когда надоедало красить и набивать именно в каком-то ритме, в одинаковом, скучном таком, да, то получились вот такие вот, можно сказать, художественные вещи, панно тоже. Здесь летят цветочки, черемуха. Видите, тут косточки. Ну, это уже более композиция свободная. Хотелось тоже такое. Удалось восстановить набойку не только белую, белую на синем фоне, да. А вот такие орнаменты уже желтые. Это тоже традиционный орнамент, цвет. Красила его уже в хромбике. То есть это другой химикат немножко. И он мгновенно получается такой желтый. Мало того, раньше еще украшали и теперь тоже вот масляными оживками такими. Красными и желтыми. И ткань поэтому становилась все наряднее и наряднее. На каргополе все сарафаны очень похожи. Как будто вот они делали какую-то стилизацию под фабричной ткани. Им так хотелось быть похожими на покупные ткани. На самом деле они, видишь, мастера делали набойку. Вот в этой набойке удивительно то, что это со старой доски сделано. Старая доска осталась, а ткани не было. Ну, это как какое-то там восстановление даже, можно сказать. То есть у нас в фондах вот нет такой ткани. У нас в музее набойочных досок не очень много. А сохранились они в достаточно таком, ну, плачевном состоянии. Вот. Старые доски, они делались из твердых пород дерева. В основном береза. В музее сейчас так, в приличном состоянии, где-то 6 досок всего. А 120 досок увез в музей РЭМ в 30-е годы, когда мастерская в Каргополе была закрыта. Орнаменты в основном, я вот сейчас покажу просто старую тоже доску. В основном это растительные орнаменты. Цветы, всевозможные дорожки, горохи, разные колоссия. Все стилизованное и очень интересное такие получаются. У каждой доски было свое предназначение. Либо это были на порты ткани, либо это была ткань на сарафаны, рубашки, настилальники, скатерти. Но самая большая группа орнаментных набоек досок предназначалась для сарафанов. Местными названиями набивных каргопольских сарафанов были следующие. Набивальники, набоечники, печатники, кубовики, троекрашенники. Для получения троекрасочного узора на просушенный холст поверх уже имеющегося узора оранжево-красной краской наносился дополнительный орнамент. Это придавало ткани праздничную нарядность. Особым украшением набоечных сарафанов считались бейки из фабричного ситца и кумача. Набивали не только с помощью таких больших досок, а таких маленьких штампов. Штампом можно было изготовить метр ткани, наверное, целый день просидеть. Но зато она очень интересная получалась. Оживки выполняли с помощью вот такой набойки, такого штампа. Ну, а большие сарафанные ткани с помощью вот такой досочки тоже. Чтобы не ошибиться и чтобы ткань как бы продолжалась дальше и дальше, в досочке были вот такие гвоздички на краешках. И каждый попадал в свою. Крашением ткани занимались красильщики. А в основном это деревенские были красильщики. Но в городе Каргополя, например, было две купеческих мастерских. Они считались профессиональными. У них были филиалы в разных деревнях. Насколько я знаю, что в Кенозерской в Волости были мастерские. Потом были в деревне Моши. Такая у нас есть деревня интересная в Нядамском районе. Красильщики деревенские, у них был небольшой выход тканей. То есть красили они, скорее всего, набивали известные из источников зимой тканей. Потому что красить надо было и смывать краску в реке. Полоскали и красили летом. Женщины в основном сшивали холсты. То есть это производство достаточно вредное. Они сшивали холсты, принимали какие-то заказы. А мужчины красили, потому что процесс достаточно тяжелый. Полный цикл, наверное, в чем состоял? Сначала надо было ткань набить. Это достаточно тоже долгий процесс. Потом ее надо было высушить на специальных вешалках таких. Козлы назывались. Сохнет она обычно где-то день. Затем нужно было нашить на определенный такой, ну не инструмент, а приспособление. Оно называлось баран. Такими рядами, не соприкасаясь друг с другом. Это приспособление опускали в чан с красителем, с индиго. Назывался он тоже куб. И красили, наверное, где-то в течение дня. Там процесс состояния краски достаточно такой-то уже сложный. Надо и опускать его, и снова поднимать, окислять и снова поднимать. И в конце украшения он уже становится темный-темно-черный. А потом мы идем полоскать этот баран. И ткань как бы открывает глаза. Вот эти пятна, которые были зарезервированы, они становятся белыми. И ткань, так и назывался этот процесс, открыть глазки, промыть глазки. Вот таких красиво-синих, глазастых тканей в достаточном количестве можно увидеть в местном музее. Каргопольский государственный историко-архивный и художественный музей был создан в 1919 году. Его основой стало собрание каргопольского мещанина Капитона Григорьевича Колпакова. Коллекция собирателя старины насчитывала более 500 предметов, многие из которых были шедеврами народного искусства. В составе музейного собрания имеются замечательные коллекции народного костюма, каргопольской вышивки, золотного шитья, рукописных и старопечатных книг, раскрывающие во всем многообразии и красоте богатую самобытную культуру Каргополья. Практически на каждой выставке можно увидеть экспонаты, которые использовались при изготовлении клубовой набойки. Для того, чтобы набить ткань, нам нужно специальное оборудование. Для этого нужен обязательно ровно-ровный стол. Потом на стол разложить и очень аккуратно расправить белую ткань. Желательно, чтобы это был лен. Лен шириной примерно сантиметров 30-40, как и раньше ткань. Затем мы берем вот такой вот великолепный штамп с птичкой и достаем вот такой волшебный горшочек с вапой, специальным резервирующим составом. Затем мы ткань, у нас состав этот, накладываем вот этот штампик в доску набойную и набиваем уже на белую ткань. Раньше набивали специальным молоточком, называлась океанка. Я делаю это рукой. Вот у нас птичка готова. Следующий. Наша вапа, она такая по цвету зелененькая. Это состав медного купороса. В составе вапы белая глина, медный купорос, соли металлов и вот такой необычный растительный клей гумиарабик. Раньше его называли вишневым клеем. Вот птичку мы уже отпечатали, теперь можно напечатать вот такой цветочек. Главное, чтобы штамп был очень аккуратно отшлифован, ровно-ровно. И вот этот вот состав этот прилипал к нему очень хорошо, поэтому иногда надо смотреть. Вообще в распоряжении купцов даже были одинаковые доски с одинаковым орнаментом. Например, доской набиваем там 5 метров, ее уже надо потом промыть. И точно такой же доской с таким же орнаментом продолжаем дальше. И удивительно, все равно есть какие-то особенности, да. В орнаментах сарафана прослеживаются разные доски. Досок только у блохина было 120. Доска у нас состоит, вот старые доски, которые я уже показывала, это делали на березах. Северная береза. А современные вот эти доски, которые выполнены уже в 21 веке, сделаны из бука и вяза. Твердых пород дерева. Применяется металл. Затем набитую ткань нужно было высушить целый, сутки должна она была сохнуть, где-нибудь в тенечке. Раньше развешивали на большие такие козлы. И мастерской было наверняка, я просто представляю это, да, были белые-белые полотнища. И на них вот такие вот орнаменты, чуть-чуть заметные. Затем женщины, вот этим занимались как раз жены красильщиков, ровными рядами навешивали или пришивали ткань на особое устройство. Устройство это называется баран, которое я вам сейчас покажу. Вот такое странное устройство, где ткань вывешена, нашита определенным способом, вот такой вот змейкой, лабиринтом. Ткань не прикасается друг к другу, и поэтому прокрашивается очень равномерно. Затем вот этот баран опускали в краску. Современный способ навешивания ткани на пластиковую такую решетку. Вот как раз видно, сколько тканей красится здесь. Вот эта ткань уже набитая. Она у меня уже полгода лежит накрашенная. Затем этот баран обязательно опускали в воду, в которой разведена краска индиго. Индиго самому древнему цвету, самостоятельно полученному человеком, более четырех тысяч лет. Когда-то его добывали из листьев индигоферы, растения, произрастающего в Индии. Листья замачивали в огромных баках и в течение трех суток постоянно помешивали раствор. Густая синь поднималась наверх. Затем воду сливали, а накипь собирали и сушили небольшими кусочками. Далее, чтобы приготовить раствор для крашения, высохшую массу измельчали в пудру и заливали холодной водой. Через неделю брожения и постоянного помешивания индиго готов. Затем он несколько месяцев дозревает. В наше время уже используют искусственный краситель. Опускаем в бочку с красителем на 10 минут. Затем снова вынимаем баран. И на свежем воздухе, на свету происходит окисление красителя. И он медленно из бледно-зеленого цвета появляется такой голубоватый оттенок. И так висит 5 минут. Затем снова процесс. Снова 10 минут. Опускаем в краситель. И снова достаем. Теперь уже ткань становится более интенсивно синяя. И когда мы опускаем в третий или в четвертый раз, то ткань получается буквально черный оттенок, темно-синий. И тогда она уже, можно сказать, прокрашена. И теперь мы опускаем баран в бочку. Так. Вот таким способом она там красится. Весь процесс крашения проходил холодным способом. Затем ткань полоскали в проточной воде. Вапа вымывалась. На ткани получался белый узор на синем фоне. Этот процесс в народе назывался «прочистить глазки». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В творчестве Елены Диковой Традиции народного искусства и эксперимент сочетаются вполне органично Вкус, чувство цвета, мастерство профессиональной художницы, умение работать с первоисточниками Все это в конечном итоге позволяет ей плодотворно работать в разных направлениях В том числе в технике каргопольской кубовой набойки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok